Нурекская ГЭС. Советский титан, кормящий нацию. В 70-х годах 20 века, когда мир замер в гонке космических технологий, в ущелье реки Вахш советские инженеры совершили подвиг, о котором сегодня знает каждый таджикский школьник. Нурекская гидроэлектростанция, построенная между 1972 и 1980 годами, стала символом индустриальной мощи. Высота плотины – 304 метра. До 2018 года – самая высокая в мире. Для сравнения, Эйфелева башня ростом всего 300 метров, мощность – 3000 мегаватт, что покрывает 98% потребностей Таджикистана в электроэнергии. Искусственное озеро длиной 70 километров, аккумулирующее 14 кубических километров воды. Но за этими цифрами – драма эпохи. Строительство велось в условиях вечной мерзлоты и сейсмической активности. Рабочие, среди которых были герои-альпинисты, рисковали жизнью, закрепляя бетонные блоки на отвесных скалах. Сегодня Нурек – не только источник света, но и памятник советскому мегапроекту, который, увы, начал стареть. Износ оборудования превышает 60%. Рагунская ГЭС – плотина мечты и споров. Если Нурек – это прошлое, то Рагун – будущее. Говорят в Душанбе. Стройка, начатая еще в 1976 году, превратилась в многолетнюю сагу с политическими баталиями, природными катаклизмами и золотым акционерством. Планируемая высота – 335 метров, на 31 метр выше Нурека. Мощность – 3600 мегаватт. Стоимость – более 6 миллиардов долларов. Для страны с ВВП в 10 миллиардов – это амбициозно. Почему Рагун – яблоко раздура? В 2010 году президент Имамали Рахмон лично заложил в основание плотины капсулу с посланием потомкам. Но Узбекистан, опасаясь сокращения стока воды для хлопковых полей, назвал проект угрозы региону. Спор длился десятилетия, пока в 2016 году Всемирный банк не подтвердил – Рагун безопасен. Интересный факт – Таджикистан выпустил народные облигации. Даже школьники покупали акции, веря, что Рагун станет их вкладом в независимость страны. Другие современные проекты – мосты между эпохами. Тоннель и Стеклол. Открыт в 2006 году. Протяженность 5 километров 300 метров. Проложен через Гессарский хребет на высоте 2700 метров. Соединил север и юг страны, сократив путь с 12 часов до 3. Раньше зимой дорогу заваливало снегом. Теперь это артерия жизни. ЦАМ-3 – Центрально-Азиатская магистраль. Железная дорога, связывающая Таджикистан с Китаем через Памир. Тоннели на высоте 3600 метров. Инженерный вызов вечной мерзлоте. Родные, а как вы думаете, может ли Таджикистан, опираясь на свои горы и волю, стать энергетическим тигром Азии? Пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. Мы раскроем тайну Ягнопской долины, где время остановилось 2500 лет назад.